Первый канал и компания «Телеформат» представляют Детектив Лукин возвращался вечером домой. Неожиданно Лукина окликнул его сосед Семен Сверидов. Привет! Ты что-то поздно с работы возвращаешься. Здорово, Семен. А ты молодец, хорошо выглядишь. Вот, я за этим пришел. Знаешь что, я хочу завтра в 2 часа дня пригласить тебя на свой день рождения. Ну, завтра выходной ты, в общем-то, не отговоришься. Я понимаю, у меня выходных все равно не бывает. Только у тебя же день рождения летом. А, и это по паспорту летом. А завтра исполняется ровно год, как я стал другим человеком, так сказать, заново родился. И ты мой крестный отец. Подожди, подожди, это что? Ты же год прошел? Да, как ты привел меня на собрание группы анонимных алкоголиков. Помнишь? Ну что, с тех пор ты... Не-не-не, не грамма. А месяц назад меня даже избрали председателем нашей группы. Ну так что, придешь? А куда? Ну, все туда же, адрес тот же. Дом культуры железнодорожников. Приходи обязательно, я тебя буду ждать. Постараюсь. Хорошо, Семен. Давай. Друзья, с позволения нашего дорогого именинника, я хотел бы привлечь ваше внимание на пару минут. Да, мы слушаем тебя, Тимофей. Как и обещал, Лукин отправился на собрание группы анонимных алкоголиков, но по дороге попал в пробку и немного опоздал. Я хотел бы внести свой маленький вклад в наше большое дело. В общем, вот. Ни фига себе. Ну и ну, это сколько же здесь, Тимофа? Тимоф, ты не дури. Тимофей, ты хорошо подумал? Это же очень крупная сумма. Ну, нам же нужны деньги на аренду помещения, на литературу. Теперь на все хватит. О, друзья мои, стоп. Тимофей, ты прекрасно знаешь, что по уставу общества анонимных алкоголиков мы не имеем права принимать помощь от спонсоров. Нина, ну, какой же я спонсор? Я такой же, как все мы. Простой анонимный алкоголик. Да. Да. Что такое-то? А, Игорь пришел, молодец. Ты раздевайся, а я пойду пока посмотрю, что там случилось. О, друг, нехорошо. Ой, боже мой. Поднимайте его, поднимайте. Ой, боже мой. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, боже мой. Давайте его в комнату. Нужно кровь вымыть и посмотреть. Да-да, давайте, давайте его сюда. Может, что-нибудь серьезное? Ведите. Да. Да, я поняла. Поняла, уже иду. У нас сегодня удивительно интересное собрание, но, к сожалению, меня срочно вызвали на работу. Где, что ли, алкоголики собираются? Нехило устроились. Мы, общество анонимных алкоголиков, верность. Вы слышали что-либо о нас? Это те, кто в тихушку бухают. А что ты такая сердитая? Или перу в дне служит? Так у меня есть. Слушай, парень, ты бы шел отсюда. Приходи в другой раз, когда трезвым будешь. Ну, что, тебе жалко, что ли? Я здесь поеду. Друзья мои, деньги никто не убирал? Какие деньги? Ну, те, что Тимофей дал. Что? Однако. Так. Всем оставаться на своих местах. Семен, ты уверен, что ты их не убирал? Ну, конечно, уверен. Да и куда их убирать-то? У нас воровства отраде с ним было. Да. Не было. Из этой комнаты никто не выйдет, пока мы его не обыщем. Не надо. Я за Игоря ручаюсь. Ты его знаешь? Знаю. Это Игорь. Именно он привел меня год назад сюда, к вам. Он частный детектив. Детектив. И чем, интересно, детективы лучше остальных? Ну, прошу, детектив. Прошу. Обыскивайте. Могу носки снять. Да не надо. Семен, ты следующий. Извини. Ну, а ты? Я? Я! Прекрасно. Я. Не скрывать нечего. Смотрите. Смотрите. Могу раздеться. Нина! Могу сапоги. Могу расстегнуть. Я понимаю вашу самоотверженность. Но это лишнее. Нам с Семеном надо поговорить. Мы можем выйти? Идите. Я вообще не понимаю. Семен, как можно было оставить на столе такую крупную сумму денег? Да ты пойми, у нас же все на доверии. Мы друг от друга ничего не скрываем. В этом смысл нашей взаимопомощи. Здесь же собрались интеллигентные люди, попавшие в трудную ситуацию. И тем не менее, деньги взял кто-то из своих. И скорее всего, из тех, кто ушел раньше. Вообще, расскажи мне, кто есть кто. Например, вот этот активистский стриптизерш, как ее зовут? Да Нина, который деньги дал Тимофей. А ушли Гриша, Светлана и Юля. Ты понимаешь, это же моя семья. Я им доверяю, как самому себе. У тебя хоть фамилии, адреса есть этих вот Гриша, Света, Юля? Да какие фамилии? У нас же общество анонимных алкоголиков. Понимаешь? И мы знаем друг друга только по именам. Ну ладно, иди к своим. Тем не менее, Лукин попросил у своего соседа телефоны тех самых людей, которым тот доверял, как себе. Затем Лукин позвонил своим помощникам. Алло, Кать. Слушай, мне надо, чтобы ты по номерам телефонов выяснила адреса и фамилии владельца. Хорошо, сделай, Капитрович. Как только узнаешь, сразу мне перезвони. Дай Федору трубочку. Федя! Да, Игорь Петрович? Алло, Федор, как только Катя установит фамилии и адреса, отправляйся по адресам подозреваемых, узнай, дома они или нет. Хорошо, уже еду. А если они на месте, тогда мне что делать? Ну, неплохо бы, конечно, прослушки установить, но если что, звони мне. Слышь, земля, ну если я запишусь в ваши анонимные алкаши, а потом напишусь. Слушай, шел бы ты домой, а? Достал уже! Ладно, проснулся. Никуда ты не пойдешь, пока тебя не обыщут. Так, мужики, обыщите его. Тимофей. Я не буду. Я тоже. О, ты, шелки, а! Вставай! Вставай, я сказала, поднимай руки и снимай куртку. И еще что-то. Давай, давай, поднимай и снимай! Телефоны принадлежат Григорию Кокорину, Светлане Набоковой и Юле Ушаковой. Адреса установила. Ну что, Федор уже поехал по адресам? Нет, еще собирается дать трубку. Да? Алло, Федор, значит, отправляйся по адресу Ушаковой. А нет, лучше к ней на работу. Ей вроде на работу вызвали. Вы выяснили, где она работает? Да. Она работает товароведом в промтоварном на улице Фурье. Вот сначала поезжай туда. Если она на месте, установи за ней наблюдение, но в контакт пока не вступай. Хорошо, понял. К детективу Лукино обратился Семен Цвиридов, председатель группы анонимных алкоголиков. На очередном собрании со стола пропала крупная сумма денег, добровольное пожертвование одного из членов группы. Лукин занялся поисками вора. Ниль, я смотрю, у тебя дедушка служила на ковида. Хорош заниматься этой фигней. Давай, давай, иди. Иди, иди уже. Она не может, никто из нас заниматься этим воровством. Все же свои. Так, все, хватит. Хватит, я буду сам искать и найду. Тоже мне, Шерлок Холмс. Да я там уже раз 20 искал. И кто их мог туда положить? Они же вон в тарелке на столе были. Я точно помню, что не убирал. Не убирал? А вот это что такое? Аллея, оп! Советский цирк! Рам-бам-бам-бам-бам-бам! Слушай, ты действительно Шерлок Холмс! Господи, так же не бывает. Это я, значит, их машинально в стол положил. Ничего не помню. Это я их точно не потеряю. Пошел. А я думал, ты меня до дома подбросишь. Конечно, подвезу. Я на минутку. Лукин позвонил Федору, чтобы узнать, к чему привело его наблюдение за Ушаковой. Да, она сейчас как раз заходит в Дом культуры. Хорошо, возвращайся в офис. Как хорошо, что вы еще не ушли. Вы, кажется, частный детектив? Да, но вы-то откуда знаете? Да ну как? Нина мне позвонила сразу, как деньги пропали. Я знаю, кто их взял. Взял? Так деньги нашлись? Как нашлись? Пойдемте. О, Юля, а ты чего к шапошному разбору пришла? Сама вижу зря. Ну ладно, я пошла. Всем пока. 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 Ну я пошел. Приятно было познакомиться. Продолжение следует... Прощайте. Ну что, Семен, смотри, снова не забудь, куда деньги делал. До свидания, Игорь. Всего хорошего. До свидания. Все, приехали. А что случилось? Да денег нет. Как? Нет. Мистика какая-то. Да. Вот тебе и друзья, товарищ. Ну ладно. Здесь нам больше делать нечего. Поехали. В машине поговорим. Эти деньги не забудь. Для меня это очень большая сумма. Жаль, что мне кредит не дадут. Официально я очень мало получаю. Хотя под залог квартиры кредит мне, наверное, и дадут. Ну почему ты-то их должен выплачивать? Садись. Семен, сам-то как думаешь, кто мог деньги вынуть из кармана твоей культ? Юля, например, к вешалке не подходила, а Светланы вообще не было. Ну и Тимофея надо исключить, он деньги дал. Остается Григорий. Ну, а Гриша только что нашел эти деньги, хотел бы украсть, сразу бы украл. Ничего не понимаю. И Нина. У тебя, кстати, телефон Нины есть? Да. Я знаю, что она работает главным бухгалтером на каком-то заводе. Во. Главным бухгалтером. Игорь, мне сегодня в командировку собраться еще надо. Да-да-да, поехали. Ты только держи меня в курсе, ладно? Не волнуйся, Семен. Все будет в порядке. Предварительно созвонившись, Лукин встретился с Юлией Ушаковой. О, это вы что-то еще случилось? Юля, вы сказали, что знаете, кто украл деньги. Да. Вы что-то видели? Да. Значит, пришел этот пьяный, да, свалился. Все ломанулись в коридор, как ненормальные. А у меня до этого протекла тушь, и я за вешалку зашла подкраситься. Ну, чтобы не у всех на виду. Ну, а потом? Да вот, все, значит, ушли. А Светка, Светка, она за столом осталась. И руку так под салфеточку, деньги в сумку и деру. А что же вы ее не остановили? А зачем? Я давно хотела, я хотела вообще, чтобы все узнали, какая она Грымза. И поняли, на кого меня променял Гриша. В смысле? Да в прямом. Эта выдра у меня мужа увела, Гришу Кокорина. Я давно за ней в магазине слежу, что вот жду, когда проворуется. Ну, пока не попалась. А так бы вот я заявила на нее, ее бы посадили. Ну, а потом почему тревогу не забили? Да вызвали меня ж на работу, вызвали срочно. Потому что товар привезли, принимать некому. А когда вернулось, все, деньги уже нашлись. А вот как они попали в стол, так я не понимаю. Зато я, кажется, понимаю. А что вы можете про Нину рассказать? А вы про то, что она обыскивать бросилась? Ну да. Нина такая она, с таким задором комсомольским. Грудью за справедливостью, заботится обо всех, переживает. Своей семьи нет, она пропила. Да, в общем, мы для нее как дети, вот так вот. Ну что ж, спасибо. Спасибо, Юля. До свидания. Да не за что. До свидания. Да. Фамилия Нина Перова. Она работает главным бухгалтером на приборостроительном заводе. Домашний адрес нужен? Спасибо, пока не надо. Спасибо, Катя. Алло, Нина, это Игорь, который детектив. Я хотел бы с вами встретиться. Могу к вам домой подъехать? Ах, на работе? Ну, понимаю, да-да, квартальный отчет. Ну, хорошо, давайте я подъеду к вам на работу. Ну, потом все расскажу. Лукин встретился с Ниной Перовой около ее работы. Простите бога ради, что я не заказала у нас такая неразбериха с этими проходными. Я на минутку выбежала. Что случилось? Вы заверните совсем? Давайте в машину сидим. Да, если можно. Лукин рассказал Нине о вторичной пропаже денег. Так, ну, вы знаете, в общем-то, у нас председатель отчитывается раз в месяц. И, ну, как, ну, это же наши деньги. Мы их собираем, мы их тратим. Ну, чего особо тут прятаться-то? Все все знают. Хотя, честно говоря, таких сумм у нас еще не было. Человек слаб. Вот именно. Поэтому постарайтесь вспомнить, когда вы со стола убирали, когда одевались, ничего не заметили? Да вы знаете, вроде ничего особенного. Разве что Тимофей. Обычно такой, знаете, дамский угодник, комплимент барышням, реверанса. А тут злой, как собака был, ко всем цеплялся, ворчал постоянно. Ну, Тимофей, это понять можно. Ну, да. Его-то больше всех огорчило пропажа денег. А что вы можете рассказать о Григории, о Светлане? Ну, о Григории. Григорию у нас два года. И вы знаете, в общем, трезвость ему очень легко давалась. Сначала он постоянно срывался, но это неудивительно при его-то работе. Ну, да. Левые заказы, и все расплачиваются натурой. Да, поэтому были частые срывы. Но уже полгода, вы знаете, полгода, в принципе, все вошло в норму. И с тех пор, как он познакомился со Светланой. А про Тимофея что вы можете сказать? Про Тимофея? Ну, только то, что он сам о себе говорит. Раньше был очень успешным предпринимателем. Потом стал пить. Ушла жена. Ну, в общем, все полностью развалилось. Пришел к нам. И, вы знаете, говорит, что налаживается. А что, такое бывает? Ну, вы знаете, вы, наверное, не поверите, но, вы знаете, действительно бывает. Наше общество помогает. Я на себе это испытала. Это так. Глядя, на вас трудно предположить. Что я пила? Ну, вы представляете, как до белой горячки. Некоторые чертей видят, да? Которые там мельки шат. А я зайцев в пионерских галстуках видела. Да. Скажите, у этого Тимофея что за бизнес, а? Двери. Бронированные двери. Он, кстати, всем визитки раздавал. Сейчас посмотрю. Совсем недавно. Нет, наверное, выложила. Телефон. У меня есть его телефон. Сейчас. Записывайте. Угу. Спасибо. Простите бога ради, но у меня пора. Работа. Извините. Я понимаю. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Лукин дал задание Кате установить личность Тимофея по номеру телефона. Катя, записывай номер. К детективу Лукину обратился Семен Сверидов, председатель группы анонимных алкоголиков. На очередном собрании пропала крупная сумма денег. Кражу, совершенную Светланой Набоковой, раскрыл ее муж Григорий Кокорин. Прикрывая жену, он разыграл целый спектакль и вернул деньги. Но они пропали снова. Сам Лукин отправился по адресу Григория Кокорина. Детективу была необходима любая информация о Тимофее. Здравствуйте, Светлана. Ой, это вы? Какими судьбами? Да вот. Я смотрю, дверь-то у вас плохенькая. А вы не пробовали у Тимофея дверь заказать? У нее же вроде фирма своя. Тимофея? Да, Гриша, ему неделю дозвониться не мог. Хотите? Я вам визитку дам. Попробуйте. Да, бронированные двери, быстро, качественно и недорого. И телефоны все, ясно? Ну ладно, проходите, я испугалась. Думала, Гриша с работы раньше времени пришел. Ну а чего же вы испугались? О, да вот чего вы. Выпьете. Спасибо, не пью. И вам не советую. Ой, я себе тоже не советую, а пью. Вот один раз уже допилась, что меня первый муж из дома выгнал. А вы с Гришей как познакомились? Ой, я ему в мастерскую микроволновку приперла. Говорю, возьми за пару пузырей. Взял? Взял. Она завтра домой маме привез, я у нее жила тогда. Ну и меня на собрание уговорил прийти. С тех пор я как новый человек. Ну а сейчас-то зачем пьете? Теперь уж все равно. Это еще почему? Сейчас Гриша придет и выгонит меня. Потому что я дрянь и гадина. Понимаешь? Ну зачем вы так о себе говорите, ну? А как еще? Вот мало того, что я алкоголичка, так я еще и воровка. Я как увидела эту пачку, аж в глазах потемнело. Рука так сама и потянулась. Все-таки, Светлана, не надо вам пить? Не надо. Лукин позвонил по номеру, указанному в визитке Тимофея, но телефон оказался отключен. Алло, Кать, что у тебя по Тимофею? Так, фамилия Мирков, в прошлом вполне успешный предприниматель, владел фирмой по установке дверей. Владел? А разве? Он ее продал неделю назад. Ах, вот оно что. Но это еще не все. Я проверила его квартиру по базе данных риэлторских фирм. Она выставлена на продажу. Да, еще интереснее. Похоже, Тимофея собирается наш город покинуть. Квартиру же не продана? Нет, записывайте адрес. Октябрьская 3, квартира 17. Хорошо. Лукин приехал к мастерской, в которой работал Кокорин. Здравствуйте. Я вот о чем хотел поговорить, Григорий. Деньги опять пропали. Как пропали? Как это? Я вам потом расскажу. Вы мне расскажите про Светлану. Почему вы ее заподозрили? Вы знаете, Светлана в нашем обществе новичок. Ну, буквально полгода назад. Но до этого жизнь у нее была достаточно тяжелая. Воровала, пропивала. Ну и... Вот когда она вышла только, у меня сразу какое-то подозрение, что что-то не то. Ну и что потом? Ну, я потом за ней и догнал на остановке. Она не отрицала. Сразу сказала, что вот, деньги. Она попросила, чтобы никому не рассказывать. Я ей пообещал. Еле успокоил. Ну, а потом, естественно, я деньги верну. Понятно. Ну, садитесь, поговорим. Значит, вы устроили весь этот спектакль с находкой? Ну, да. А что же было делать? Ну, например, правду рассказать. Я заметил в вашем обществе честность и почете. Да. Ну, это когда себе рассказываешь. А Светлана все-таки жена моя. К тому же мы ребенка ждем. Светлана беременна? На третий месяц. Тогда вам лучше поторопиться домой. Дело в том, что Светлана сорвалась. Водку пьет. Как? О, Господи. Да подождите. На машине быстрее. Спасибо. Да, кстати, а как это деньги пропали? Я лично Семену отдал. Семен положил их в карман своего пальто. А из кармана кто-то их украл. Пальто? Не может быть. Вы что-то видели? Вы знаете, не может быть, конечно. Я видел, человек не может быть так полезть в карман пальто, а потом одеть пальто, в котором все те рядом. А кто это был? Тимофей. Я просто поначалу подумал, ну, с камней бывает, перепутал. Понятно. Ну вот, приехали. Спасибо. Ну, я побежал. Лукин дал задание Федору установить наружное наблюдение за Тимофеем Мерковым. Интересно, как я его узнаю. Кого? Тимофея Меркова. Шеф сказал, за ним наружку установить. Легко. Смотри. Заходим на любой социальный сайт, набираем Тимофей Мерков, 30 лет. Пожалуйста. Вот тебе и фото. Ну и что? Он любую фотографию мог там поставить, хоть Ди Каприо. Ну, на Ди Каприо он точно не похож. Ну, ладно. Распечатывай, потом у шефа приметы спрошу. Игорь Петрович, Мерков взял такси и приехал в ресторан. Что мне делать? Идти за ним? Хорошо. Через час Тимофей вышел из ресторана. Каприо. Все стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Петрович, Тимофей у меня в машине. Локин поручил Федору отвезти Тимофея домой и обещал подъехать туда сам. Где Тимофей? В душ его отправим, а то с ним общаться невозможно. Ну, надеюсь, душа будет достаточно. О, Игорь, а вы как здесь? Разговор имеется. Прошу. Тимофей, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Я так понимаю, вы решили из города уехать? Да, я уезжаю. А откуда, вы знаете, я не собирался это афишировать. Ну, когда человек продает успешный бизнес, квартиру, нетрудно догадаться. Ну, хорошо, если вам интересно. Почему, я скажу. Жена хочет, чтобы мы переехали поближе к родителям. Сама сегодня утром уехала. А у меня сын. Я без него не могу. А зачем же вы тогда на собрании анонимных алкоголиков сегодня такой износ сделали? Извините, Грешин. Люблю красивое жертвы. Ну, хотел сделать подарок, чтобы надолго запомнили. А потом пожадничали. И решили деньги вернуть. И таким нелицеприятным способом. А передумал. Мои деньги, что хочу, то и делаю. Да вы же видели, что с ними со всеми произошло, как только эти деньги богами увидели. Да видел, я видел. Деньги исчезли. Вот-вот. Буквально через 10 минут. Да вы знаете, я подумал тогда, перед кем я бисер мечу. Но ведь это же не повод, чтобы самому, а? Не повод. А то, что эта старая комсомолка мне этот допрос, этот обыск учинила. Меня. Меня, который деньги дал, обыскивали. Да меня никогда в жизни так не унижали. И это Нинка. Нинка, которую я любил и уважал. И поэтому вы сегодня напились. Так сказать, от горя и от разочарования в людях. Да. Напился. Вы знаете, это все красивые слова про взаимопомощь. Такая чепуха. Вранье. Да. А вот из них никто о вас худого слова не сказал. Да мне все равно. Все равно толку от этих денег не будет. Ну не мог же я их потребовать назад. И вы решили их украсть. И подставить Семену. Каким образом? Да Семен квартиру собрался заложить, чтобы этот долг выплатить. Что? Квартиру? Угу. Черт. Вот дурак, а. Так я ему сейчас позвоню. Да нет, так не пойдет, молодой человек. Вы должны прийти и сами всем все рассказать. Не, я не могу. Не, Игорь Петрович, я не могу этого. Ну хорошо. Хорошо. Я сделаю это. Тимофей Мерков уехал в другой город. Спиртного он больше не употребляет. Семен Свиридов продолжает опекать борцов за трезвость. У Григория и Светланы родилась здоровая дочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Продолжение следует...